Я думаю, что в конечном счете дары Святого Духа были предназначены для ранней церкви, которая нуждалась в этих дарах до тех пор, пока не произошел конец старой системы. Это был Иисус, который пришел исполнить то, что Он обещал, и привести нас в Новый Завет, которому по мере взросления нам не нужны дары, которые дает нам Святой Дух. Так что я думаю, что они, ну, они описаны как детские вещи. Мы используем их, когда мы дети, потому что мы еще не повзрослели. Чтобы наш Дух мог делать те вещи, которые дарует нам Святой Дух, и которые вдохновляют нас увидеть это своими глазами. Так что у меня нет проблем с мыслью о том, что я не использую дары Духа, в том смысле, что Святой Дух может дать мне дар, если он захочет. Ты же знаешь, это полностью его прерогатива, дать мне дар. Но когда ты взрослеешь, как взрослый человек, ты не даришь игрушку. И эти вещи таковы, что если ты взрослый, тебе больше не нужны игрушки. Так что я не верю, что дары Духа предназначены для взрослых, но они, безусловно, могут помочь тебе достичь зрелости. Но крещение Духом в конечном счете, опять же, мы смотрим на то, что происходит в Библии, чтобы увидеть, что в спасении есть несколько составляющих. Ну, на самом деле, я не верю, что это так. Я думаю, что мы должны поощрять всех получать, когда они обнаруживают, что они уже включены в то, что сделал Иисус. И их опыт этого включения должен включать полноту Духа. Теперь ты знаешь, но по личному свидетельству мы все были воспитаны таким образом, что когда ты спасаешься, ты затем проходишь курс крещения, который научит тебя о крещении. Затем ты будешь крещен в воде. А затем, когда ты станешь немного более зрелым, тогда ты сможешь креститься в Духе. А затем ты знаешь, ты получишь духовные дары и все такое прочее. И я думаю, что они разделили все это на что-то, что уменьшает опыт реального вступления в те отношения с Богом, которые уже принадлежат тебе, в которых ты был обнаружен. Но когда вы читаете раннюю историю церкви, они крестились в день Пятидесятницы. Они крестили их сразу же. Потому что крещение не означало для них того, что мы теперь учим, что оно означает. Они выходили из старой системы. Они буквально умирали для старой системы и вступали в новую. Но у большинства людей сегодня этого нет. Так что крещение в этом смысле не совсем то же самое, что оно означало для них. И мы все были крещены во Христа. Мы были крещены в Его смерть, воскресение и вознесение. Так что когда говорится, идите в мир и крестите во имя Отца, Сына и Святого Духа. Это было для распространения Евангелия до тех пор, пока Иисус не пришел и не положил конец этой системе. И я не думаю, что на самом деле это необходимо сегодня. И многие говорят, ну, это одно из таинств креститься в воде. Ты знаешь, и вода могла бы быть символом этого. Но я был крещен во имя Христа, независимо от того, входил ли я в воду, потому что это произошло, когда умер Иисус. Я умер вместе с Ним. Когда Иисуса похоронили, я был похоронен вместе с Ним. Когда Иисус воскрес, я воскрес. Когда Иисус вознесся, я вознесся вместе с Ним. Так что теперь я восседаю с Христом на небесах. Все это должно стать моим опытом, а не просто быть чем-то вроде истины. Но я не думаю, что то, как мы это преподаем, на самом деле актуально для сегодняшнего дня. Я думаю, что мы должны поощрять людей вступать в отношения с Богом, где им раскрывается полнота этих отношений, и они испытывают все, что им нужно. Но очевидно, их разум будет постоянно обновляться, чтобы получить больше, потому что вы не можете получить все сразу за один раз, чтобы понять все это. Но я действительно верю, что все это является частью того, что уже было сделано для нас. Так что ты знаешь, я бы не стал крестить людей сегодня, хотя я бы не возражал, если бы люди захотели креститься. Потому что они хотят продемонстрировать тот факт, что это уже произошло с ними, и они хотят сказать, что это знак этого. Это нормально, если они хотят это сделать. Но я не думаю, что в этом есть необходимость. И я думаю, что когда Библия говорила об этом, она говорила об этом в другом контексте, который заключался в том, чтобы вывести людей из религиозной системы, которую им нужно было идентифицировать, следуя за Иисусом. Так что я не говорю, что люди не могут креститься, если они этого хотят. Я просто не думаю, что это то, что сказано в Библии на сегодняшний день. Потому что я думаю, что если бы мы полностью осознали, что мы крестились в смерти Иисуса, мы умерли, и теперь воскресли, и теперь мы являемся новым творением во Христе, нам не понадобился бы какой-либо физический символ этого. Мы бы жили в этом знании, потому что мы испытали бы это в наших отношениях с Богом. Ты же знаешь, и я умер вместе с ним. Так что я воскрес вместе с ним. Так что я живу жизнью воскресения. Ты же знаешь, что это гораздо больше, чем просто символ крещения. Я крестился, когда мне было около 16-17 лет, потому что я увидел это в Библии. И я не был в церкви, которая крестила бы кого-нибудь. А потом я присоединился к другой церкви, которая вообще не крестила людей. Так что я подумал, что раз в Библии сказано, что нужно креститься, мне нужно пойти и найти кого-нибудь, кто меня крестит. И я так и сделал. И я пошел и нашел церковь, которая проводила крещение, и они крестили меня. Честно говоря, я не могу сказать, что это что-то изменило. У меня не было эмоциональной связи с Богом. У меня не было никаких интимных отношений с Ним ни в какой форме. Так вот, когда я почувствовал присутствие Святого Духа, это открыло совершенно другую их отношениях с Богом. Так что опыт пришел позже, но я верю, что каждый может иметь это в своих отношениях с Богом в полной мере с самого начала. И многие говорят, теперь я собираюсь креститься в воде, потому что я готов к этому. Я готов к крещению Духом позже, когда я стану более зрелым. Эй, почему бы не получить все, что является частью спасения сейчас, включая исцеление и все остальное? Почему, почему мы хотим ждать более позднего опыта? Так вот, лично я, когда люди говорят, ну я не говорю на языках, так что я не могу быть крещен в Духе. Ну а Святой Дух в тебе есть? У тебя есть отношение с Богом в Духе? Да. Ну тогда какая разница? Ты знаешь, а ты молишься своим Духом? Ну да. Ну тогда ты молишься на языках. Просто так получилось, что твой язык, английский или любой другой, на котором ты говоришь, потому что ты не молишься своим умом. Ты знаешь, если ты вдохновлен молиться изнутри, тогда тебе не нужно молиться на другом языке. Я должен признать, что большинство языков, которые появлялись на церковных службах, не были языками. Они все были неправильно истолкованы, потому что все они были истолкованы как пророчества о том, что Бог говорил нам через язык. Нет, языки — это я, говорящий с Богом. Зачем Богу говорить со мной на языке, который я не могу понять? Сейчас часто люди взывают к Богу в Духе, и на это отвечают пророчествами. И именно на это обратили внимание некоторые люди, и они пророчествовали о Божьем ответе на то, о чем кричал этот язык. Но на самом деле в 99% случаев я не думаю, что я когда-либо слышал, чтобы язык был истолкован правильно. Иногда это было больше похоже на то, что человек на самом деле делился глубоким призывом к Богу. И честно говоря, ты знаешь, это сбивает людей с толку. Но я бы не стал учить этому так, как будто вы должны креститься в воде, а затем креститься в Духе, а затем упражняться в духовных дарах. А затем, возможно, стать пятикратным служением или что-то в этом роде, потому что это рассматривается как своего рода прогресс в зрелости, если хотите. В котором, я думаю, есть лучший способ расти в наших отношениях с Богом, признавая все, что уже было сделано, и живя во благо этого. Я думаю, что если бы мы полностью помогли людям встретиться с Богом в начале их христианской жизни в отношениях и опыте, им не понадобились бы все эти дополнительные элементы, добавленные к ним в течение их христианской жизни. Там просто было бы непрерывное путешествие отношений, а не ряд событий, которые мы ищем.